Друзья, я всех приветствую. 50 лайков вы набрали на прошлом видео, так что давайте поговорим за инвестиции на голем. Сразу хочу сказать то, что не стоит инвестировать то, что жалко, что боитесь потерять. Инвестируйте совсем чуть-чуть, чисто по фану. Это не ваш основной доход, ваш основной доход это скорее всего трейды. Всего подобного качественные инвестиции воспринимайте всего лишь как азартную составляющую, в которой вы можете получить какой-то плюсик, если вам повезет. Конечно же надо понимать то, что эти стикеры лучше, чем рмрки. Рмрки сейчас упали в цене ниже, чем они были на скидках еще во время их появления в КС. В целом я могу сказать, что скорее всего рмрки обратно по нему-то цене вскоре, потому что это совсем им не цена, но это конечно мое мнение. Я могу тут тоже ошибаться, но вероятнее всего я здесь буду прав в данном моменте. Конечно в рмр как мы инвестировали, мы получили свои минуса, но я когда инвестирую получается в мажоры, я всегда понимаю то, что это скорее всего инвестиция на пару лет, не меньше того, поэтому я понимал какие риски ей иду, да и к тому же я получается инвестировал то, что мне было особо не жалко. О чем я говорил еще тогда, о чем я говорю сейчас. Конечно же надо понимать то, что данные стикеры, которые вышли получается к Стокгольму, они выглядят абсолютно по-другому, в отличие от всех стикеров, которые выходили после КТ-14. В том плане то, что у них отсутствуют какие-либо рамочки, в отличие от всех остальных мажоров. Это огромный плюс для этих стикеров и скорее всего даже когда выйдет следующий мажор, эти стикеры не сильно присядут в цене, так как у них отсутствуют и либо рамочки и вероятнее всего на следующем мажоре вновь будут какие-то рамочки, еще какая-то тема на стикерах и тому подобное, короче ерунда. Потому что, ну, это Valve, они себе редко так изменяют. В том случае, я вам советую сначала, в первую очередь, на скидках, потому что скидки скорее всего будут, навряд ли их отменят, да и к тому же у нас те же сувенирки можно будет забрать до 20 декабря, а следовательно скорее всего и можно капсулы покупать будет до 20 декабря, я так думаю. Конечно я могу тут ошибаться, я могу быть не прав, поэтому надо быть готовым ко всему. Сразу говорю, не закупайтесь за неделю, за две до конца получается скидок, закупайте чуть пораньше, потому что потом уже идет обратный выкуп до 20 декабря. Все будут предполагать то, что это будет последний день, когда получается идут скидки и все, наверное, будут тариться как раз таки вот в течение последней недели, полторы или даже двух. В течение определенного времени поставьте какие-то автоба, они будут потихоньку у вас срабатывать, забирайте свои стикеры, сколько вы хотели забрать и охладите их у себя в инвентарях. Сколько это время займет конечно никто не знает, но тем не менее мы сейчас говорим конкретно за тот момент, во что стоит инвестировать. И хочется отметить то, что наверное в первую очередь стоит инвестировать конкретно в капсулы сами, потому что если отдельно брать стикеры, они растут чуть медленнее зачастую, чем получается в сами капсулы, особенно если вы инвестируете во все подряд и не угадываете с тем стикерам, которые стоило бы инвестировать в первую очередь. Конечно же есть перспективные команды, то есть там из топа HLTV команды будут расти более успешно, чем все остальные. Также все стикеры, которые выглядят как-то более-менее красиво, тоже будут показывать рост, а тут по большей части, как мы видим, топовые команды имеют топовые стикеры, скажем так, в большинстве своем. И хочется отметить то, что вот эта первая капсула приятнее всего вырастет быстрее всех остальных. Конечно же прям высоких иксов ждать не стоит, то есть допустим на рмрке капсула с хорошими стикерами выросла с 18-19 рублей, которые были на скидке до 30 рублей в моменте, и потом сейчас опять просела, то цены 20 рублей, а другие капсулы чуть ли не до 15 рублей просели, насколько я помню. Я если что в графике прикреплю, мы увидим с вами цены. Поэтому наверное из этих трех капсул в первую очередь мне кажется вырастет вот эта капсула, потом уже все остальные потянуты за ней, но я могу ошибаться. Также не забываем о том, что скорее всего эти капсулы будут гораздо больше на рынке, чем этих двух, потому что ну здесь действительно хорошие команды, здесь хорошие стикеры, наверняка она будет под спросом. Хотя кто-то скажет, что третья капсула вполне неплохая в качестве инвестиций. Тут и Фейзы, тут и Тайлушка, которая обычно дорого стоит. Гиртуса прикольно выглядят, и также Кусанты, Ренегаты и все остальные ребята тоже в принципе смотребельные вполне. Поэтому тут сложно сказать, что как раз таки в первую очередь вырастет. Но я все-таки ставлю на первую капсулу. Также не забываем о том, что зачастую автографы игроков растут так же быстро, даже быстрее, чем эти капсулы. Если брать тоже например Берлин, брать другие получается мажоры. В первую очередь хорошие иксы показывают капсулы с автографами. И в данном случае у нас капсула выходит с автографами после 7 ноября, я не ошибаюсь. И получается она у нас будет иметь скорее всего высокую стоимость в будущем, когда берут скидки. Так как ее будут в огромном количестве открывать. Еще надо учитывать то дело, что здесь будут не все автографы игроков, а получается полуфиналистов, финалистов и четверть финалистов. И вероятнее всего этим можно будет воспользоваться вполне и затариться ими даже побольше, чем всем остальным. И как я уже и сказал, повторюсь еще третий раз. Пожалуйста затаривайтесь так, чтобы вам не было жалко это терять на несколько лет. Может быть даже вообще просто терять то, что вы инвестировали. Также хочется отметить сувенирные получается кейсики на этом мажоре. В принципе у нас время будет еще до 20 декабря, как их мы можем с вами затарить. Конечно же сувенирки эти будут открываться тоже платничком, потому что там новые получается скины появляются в этих сувенирках. Допустим сувенирка, та же берлинская, стоила у нас от 130 рублей до 180 по-моему на начальном этапе выхода этих сувенирок во время мажора. После же того, как мажор закончился, эти сувенирки показывали рост. На данный момент, если не ошибаюсь, эти все сувенирки у нас стоят от 600 рублей и выше спустя 2 года. Но мы с вами помним то, что у нас один мажор переносился. Это получается на целый год не было мажора. И мы с вами также не забываем о том, что получается эти сувенирочки у нас новенькие, с новыми скинчиками. А берлинские сувенирки и все остальные теперь у нас более высокий эксклюзив, в отличие от новых сувенирок, которые вероятно его будут появляться также и на новых мажорах. Это надо с вами нам понимать и быть в этом плане внимательней. Тем не менее, стикеры дают гораздо более высокие иксы обычно зачастую, чем какие-то сувенирки. То есть сувенирки могут дать x2 за год-полтора, а стикеры могут вырасти и в 3, и в 4 раза спокойно. Конечно, если не брать учет, то тоже РМР. Хотя Берлин нас порадовал, но Берлин нас порадовал чисто из-за того, что получается перенесли мажор. Там уже как раз-таки бусты им помогли в плане роста. Поэтому, пожалуйста, инвестируйте осторожно, инвестируйте немного. Я думаю, у вас все получится. Главное, как говорится, желание и внимательность. К всему тому, что ценится и что не ценится. А на этом, наверное, у меня пока что все. Я думаю, я еще ближайшее время сниму какой-нибудь видеоролик об этом. Но пока первые мысли у меня такие. Дальше, по мере существования мажора, появления скидок, я еще выскажу какие-то определенные, наверное, мысли на этот счет. А так, всем хороших инвестиций и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok